Задержание заговорщиков в Германии, Песков сказал, что это внутренняя проблема Германии, но проблема такая, ну не то чтобы, трудно сказать, масштаб, описывает это очень глобально, и прям Германия не перестает удивлять, потому что десятки ордеров на аресты, более 50 фигурантов, мужчины, женщины, люди, поклонники, как мы понимаем, имперского прошлого Германии, второго так называемого рейха, хотели они его воссоздать, свергнуть действующую власть и построить, в общем, до основания мы разрушим. Причем там хитрая какая-то была схема, они должны были буквально обесточить Германию, вызвать массовые беспорядки, и в общем, в обесточенной, в темной Германии с тысячами людей на улицах захватить Бундестаг. — И обезгаженный, видимо, так еще надо добавить, потому что газа-то вроде как уже не должно быть, простите меня за такое выражение. Интересные персоны там, ну мы еще к ним постараемся вернуться, кто они, что они, но самое, наверное, то, что привлекает, это то, что в составе вот этих вот заговорщиков, которых сейчас называют, там не все имена прямо до конца, некоторые просто буквами обозначают, бывшие военнослужащие Бундесвера, даже один депутат Бундестага, более того, были известны попытки вербовать действующих военнослужащих на свою сторону, причем, как сообщают, они там действовали достаточно долго, еще со времен ковидных протестов, видимо, пытались тоже как-то эту тему использовать, и, в общем, уже сейчас звучат совершенно, ну, такие почти панические, наверное, заявления от властей, министр внутренних дел, федеральный Нэнси Файзер называет это буквально бездной террористической угрозы, то, с чем столкнулась Германия, с заговорщиками, которые хотели... Наверное, выбрали, конечно, не самое лучшее для Шольца, и для вообще Германии, и для Европы. Но бездна, не бездна, согласно данным службы защиты Конституции, в Германии проживает 19 тысяч так называемых граждан Рейха, из которых 950 считаются крайне правыми. Это Рейхсбюргеры, да, вот как их называют? Давайте попробуем понять, что там происходит. У нас ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы, Института Европы, Российской академии наук, член правления общества России, Германия, кандидат исторических наук Екатерина Тимошенкова на связи. Екатерина Тимошенкова, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот, чтобы мы понимали, для нас, вот, не знаю, ну, неожиданно, хотя мы понимаем, что есть там и право экстремизма в Европе, он очень сильно там развит, ну, вот таких новостей, чтобы прям аж заговорщики, аж свержение власти, аж возврат ко Второму рейху временно Вильгельма, это что-то удивительное. Это все-таки серьезные люди или это какие-то, знаете, как вот бывают, реконструкторы? Вы знаете, это очень такой хороший и сложный вопрос, который бы я с удовольствием задала бы немецкой прессе, потому что дать оценку объективную сейчас очень сложно. Единственное, на что мы можем опираться, это на то, как этот заговор освещает немецких службах, именно вот в средствах массовой информации. По большому счету это выглядит очень нереально, потому что планы, которые вы как раз вот кратко охарактеризовали, отключить электричество, захватить Бундестаг, тем более, что захватывать Бундестаг должна была помогать бывший депутат от Альтернатив для Германии, которая работала, соответственно, в здании и знает, где что расположено. Она же умеет стрелять, она же, видимо, вместе с военными участвовала в упражнениях по стрельбе. То есть оценить на самом деле глубину вот этого заговора, масштаб его и серьезность по тем комментариям, которые я успела прослушать, очень сложно. Но создается впечатление, что мы попали в какой-то фантастический фильм или сели в машину времени и оказались в 30-х годах 20-го века. Ну тут, да, ощущение такое, что мы куда-то в прошлое погрузились, но ведь это не сейчас появилось, это вот движение вот этих вот имперцев германских, оно уже достаточно давно существует, я тоже смотрел перед эфиром. С 80-х годов? Да, они пытаются сейчас, немецкие средства и массовой информации пытаются сейчас эту группу связать и с предыдущими движениями, и с современными протестными движениями. Например, для меня, как для политолога, были интересны следующие отсылки. Первая, это, конечно же, ковид. Они утверждают, что эти группы участвовали в ковидных протестах. Вторая отсылка, это теория заговора, связанная с Соединенными Штатами Америки. То, что в Соединенных Штатах Америки сидит определенное правительство, которое, соответственно, использовало ковид для чипирования и так далее и тому подобное. Другой момент, который кажется более таким реальным, это то, что заговорщики группы считают, что Германия полностью подчиняется Соединенным Штатам Америки, и с этим нужно закончить. И следующий, который интересен для нас, для россиян, это попытка, или, скажем так, неудачная попытка, связать это движение с Россией. Якобы заговорщики связывались с какими-то российскими представителями и просили о финансировании, но мы не оказали им этой поддержки. То есть, если проанализировать вот эти вот моменты, которые выходят на первый план, то мы здесь видим сразу несколько моментов. Это теория заговора против зависимости Германии от США и некая попытка привязать и связать как-то с Россией. Продолжение следует...